Здравствуйте! Осень, на мой взгляд, прекрасное время для просмотра киноновинок, особенно на большом экране. И поэтому в ближайшие несколько минут я расскажу вам о фильмах, которые стоило бы посмотреть, ведь очень скоро о них будут все говорить. С недавних пор новинки российского кино стало возможно смотреть на русском, да к тому же с английскими субтитрами, в кинотеатрах крупнейших канадских городов. Произошло это благодаря компании Кинофильм, организующей показы российских фильмов в Канаде, почти без промедления и сразу после их премьеры в России. В ноябре в Торонто и в Монреале, а также в Ванкувере, в кинотеатрах организуют показы спортивной драмы «Молот» с Алексеем Чадовым и Оксаной Киньшиной в главных ролях. Эта картина рассказывает историю талантливого бойца-спортсмена по прозвищу «Молот», карьера которого неожиданно перечеркивается из-за страшной аварии, в которую попадает главный герой. Но в конце концов «Молот» доказывает, что способен наносить сокрушительные удары не только на ринге, но и в борьбе за счастье, себя и близких. Еще одна российская киноновинка, которую в ноябре можно будет посмотреть на большом экране, в Торонто и Ванкувере. Этот фильм «Коллектор» режиссера Алексея Красовского с Константином Хабенским в главной роли. Этот фильм сразу после премьеры стал одним из самых резонансных. Эта мелодраматичная история о вышибале, которая сам стала объектом шантажа, заставила критиков спорить о метафизических смыслах этой истории и долгов россиян в частности. А к дискуссиям о необходимости введения ограничений в деятельности коллекторов включились разные российские политики. Но в чем сходились и критики, и зрители? Так это в том, что коллектора не посмотреть нельзя. Наконец, в прокат вышел супергеройский фильм о персонаже из известного комикса о докторе Стрэндже. Казалось бы, в его сюжете нет ничего радикально отличающегося ни от древнегреческой Одиссеи, ни от многих сказок. Сильно пострадавший в автокатастрофе главный персонаж, хирург Стивен Стрэндж, отправляется на поиски исцеления. На своем пути встречает загадочных и прекрасных героев, а также приобщается к разным духовным практикам. Но фильм получился особенный. Возможно, это связано с участием в этой картине британского актера Бенедикта Кэмбербэтча. Эффект качественного экшена достигается не количеством разрушений и громкостью взрывов, а благодаря увлекательному комбинированию кадров, путешествий персонажей фильма сквозь время и магические порталы. Во многих странах – ноябрь, месяц воинской славы и памяти о защитниках. Художники всех шанров Северной Америки, в частности, стараются именно в это время представить свои работы на эту тему. После 10-летнего перерыва Мел Гибсон представил военную драму «По соображениям совести». Сюжет основан на реальных событиях жизни американского людового по имени Тесман Том Тос, который по религиозным соображениям отказался воевать с оружием в руках, из-за чего был переведен медицинский корпус и прославился в качестве санитара, спасшего сотни раненых в самых страшных батарях Второй мировой войны. После показа этого фильма на Венецианском кинофестивале зал аплодировал стоя, а критики отметили сильную режиссуру Гибсона и отличную игру Эндрю Гарфилда, исполнителя главной роли. Не исключено, что фильм будет претендовать на основные кинопремии 2016 года, «Золотой глобус» и «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская главная роль». В завершении кинообзора хотелось бы представить сложную психологическую тяжелую драму Барри Джеткинса, «Лунный свет». Эту картину называют одной из самых ожидаемых американских инди-премьер-года. А одним из ее продюсеров выступил Брэд Питт. Эта картина рассказывает о чернокожем молодом человеке, о его жизни в Майами в 80-х, когда власти вели крупномасштабную кампанию по борьбе с наркотиками, о его отношениях с однополым возлюбленным и другом, о жизни, в которой по какой-то роковой несправедливости случается все самое плохое, предательство близких, издевательства и наркотики, о людях, которые не разучились любить и жалеть друг друга. На этом я с вами прощаюсь и желаю вам приятных просмотров и только хороших кинофильмов.